Сократ говорил, иные люди живут, чтобы есть, а я ем, чтобы жить. Меня зовут Екатерина Землянова, и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – отношения человека с едой. Какие пищевые привычки являются опасными, какие полезными, какие есть мифы в теме отношений с едой. Обсудим сегодня с когнитивно-поведенческим терапевтом Екатериной Кабанченко. Здравствуй, Катя. Здравствуй, Катя. И вначале хочется спросить вообще твою историю, почему ты выбрала сферой, одной из сфер своего пристального интереса, именно пищевое поведение, расстройство пищевого поведения? Ну, здесь такая достаточно понятная история, которая часто встречается вообще в психологии. Я сначала пришла в психологию, отучилась на психолога, получила образование, начала работать. Но так как эта тема когда-то коснулась меня, конечно, читать, изучать тему расстройства пищевого поведения мне было интересно. Мне все больше туда хотелось углубляться. И даже несмотря на то, что мои проблемы уже были давно решены, но тем все равно оставалось интересно. И я видела, как ее как будто бы становится все больше и больше. То есть все чаще это встречается. Ну и поэтому я решила, что я буду работать с расстройствами пищевого поведения. Давай вообще поговорим. Пищевое поведение – это что? Ну как бы, в общем, что это такое? Если простыми словами, то пищевое поведение – это то, что мы едим, как мы едим, как мы выбираем продукты, в каких обстоятельствах мы едим и не едим, с кем мы можем есть, с кем мы, например, не можем есть. То есть, например, можем ли мы в присутствии кого-то есть или мы стесняемся. То есть это все то поведение, которое складывается вокруг еды, и ее выбора, и приема пищи. Расстройство пищевого поведения – это определенное заболевание. Здесь нужно держать в голове, что вот у нас есть соматические заболевания, например, воспаление легких, а есть у нас психические заболевания, поведенческие такие заболевания. Вот расстройство пищевого поведения уже относится к заболеваниям. То есть если мы откроем международную классификацию болезней, то мы там увидим расстройство пищевого поведения как определенное заболевание. И если говорить о том, что же такое расстройство пищевого поведения, то это такое аномальное поведение, связанное с приемом пищи для того, чтобы контролировать свою фигуру и свой вес, свою внешность. То есть я выбираю, что я ем, как я ем, где я ем, сколько я ем, что я делаю после еды, чтобы контролировать свою фигуру. Вот очень важно понимать, что центральная симптоматика, еще иногда называют ядро всех расстройств пищевого поведения, это определенная сверхценность фигуры. То есть я не просто так что-то не ем, а я это не ем, чтобы мое тело или моя фигура были определенной. Откуда берется вот этот образ тела или сверхценность вот этого образа тела, как оно напитывается в ядро? Это очень интересный вопрос, потому что на самом деле мы проводили эксперименты, если даже 6-летним детям показать фотографии разных детей, разного веса, разного тела, то они уже выбирают, что они хотят дружить с детьми, которые, ну так скажем, ближе к нормальному телосложению. И вот это интересное наблюдение, потому что, кажется, 6 лет, ну там еще никаких ни отношений, ни привлекательности, еще очень мало опыта-то у детей жизненного. Но образ тела, он формируется очень рано. Мы все слушаем какие-то сказки. Девочки читали Золушку. И Золушка там была вся такая красивая, аккуратная. С маленькой ножкой. А не с большой. Да, с маленькой ножкой. А вот сестры ее были такие все некрасивые. Одна, я помню, описывалась как очень такая высокая, а другая, наоборот, как очень низкая и пухленькая. И мы уже понимаем, что определенное тело, это и как будто бы определенный характер. И вот это очень, ну очень большая ошибка. У мальчиков тоже есть свои истории. Супергерой Бэтмен, он какой? Он сильный, у него широкие плечи, у него пресс. Да, и это тоже накладывает отпечаток, потому что мы хотим быть добрыми, смелыми, да, ну мы хотим нравиться другим людям. Вообще образ тела это не то, какое тело мое есть в реальности, а это то, как я вижу свое тело, то, что я думаю о нем, то, что я чувствую по отношению к себе. Поэтому есть такая история про то, что мое тело может быть одним, а мой образ тела может быть совершенно другим. То есть мне все люди могут говорить, да, там человеку, что ой, какая у тебя красивая фигура, а человек при этом может считать, что у него совершенно ужасное телосложение. Угу, это как в какой-то картинке, где женщина смотрит в зеркало, да, худенькое, а там отражается. Да, 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 вот эта картинка прям хорошо иллюстрирует. Искажается восприятие, грубо говоря, реальности, можно так сказать? Да, да, это определенное искажение. Из-за определенных ошибок мышления у нас появляется искажение тела. Соответственно, пока мы растем, на наш образ тела тоже оказывают воздействие. У нас есть разный опыт отношений, в подростковом возрасте мы все по-разному менялись. Кто-то менялся вместе со сверстниками, кто-то менялся быстрее, чем сверстники, кто-то медленнее, чем сверстники. Это же все очень индивидуально. И, соответственно, из-за этого тоже были определенные переживания, да. Кто-то уже нравился противоположному полу, а кто-то еще не нравился. Это тоже на нас влияло. Ну, плюс, если говорить уже о самом расстройстве пищевого поведения, а не об образе тела, то здесь важно понимать, что оно возникает из-за целого комплекса причин. Есть очень красивое выражение, что гены заряжают ружье, среда выстреливает курок. То есть вот расстройство пищевого поведения имеет под собой и биологические причины, и социальные причины, и психологические причины. И, грубо говоря, мы никогда не можем знать наверняка, склонны мы к нему или нет, потому что мы не знаем, что заложено в наших генах. И когда мы обладаем вот этим вот всем фактором, в совокупности факторов, да, то мы можем быть к нему уязвимы. Например, у человека может быть предрасположенность к расстройству пищевого поведения. Он попадает в среду, в какую-то, где есть определенный культ определенного тела. То, что сегодня есть везде, и по отношению к женскому телу, и по отношению к мужскому телу. Или, например, он попадает в среду недоедания, потому что спусковым таким вот курком, как раз, да, спустить курок может две причины. Это ограничение в питании и культ определенного тела. А если говорить про психологические причины, которые тоже влияют, то это перфекционизм, это заниженная самооценка, это трудности в регуляции своих эмоций, это трудности в межличностном общении. То есть все это тоже может способствовать развитию вот этого генетически заложенного заболевания и привести к таким последствиям. А родительские ошибки в воспитании или там какие-то послания могут стригерить? Ну, была разная информация. То есть, несмотря на то, что расстройство пищевого поведения – это такое заболевание, которое упоминалось очень давно. То есть есть миф, что это вот что-то новое сейчас, оно у всех блогеров. Нет, мы можем открыть какие-то рукописи 16-18 века и видеть там описание анорексии на самом деле. Но просто переедание никого не волновало, потому что было очень много голодных периодов. Было бы странно в то время. Так вот, на самом деле это не новое заболевание. Когда его изучали, была такая идея, что вот только в определенных семьях, только определенные родители могут способствовать развитию расстройства пищевого поведения. Но на сегодняшний день последние исследования показывают, что это не так. Так скажем, родители могут передать гены, но нам всем передают какие-то гены, что досталось, как называется. И родители могут передать определенное диетическое мышление. То есть, действительно, в семьях, где один из родителей придерживается каких-то диетических правил, вероятность развития расстройства пищевого поведения у ребенка выше. Ну, что еще может быть из родительских ошибок? Это, конечно, когда родитель своим воспитанием как-то закладывает психологические трудности. Перфекционизм ребенку, эмоциональные какие-то сложности. Не понимает, не принимает чувства ребенка, не обучает его справляться с этими чувствами. Не помогает ему научиться общаться. Но нельзя говорить о том, что только потому, что это определенные родители, то у вас возникло расстройство пищевого поведения. Нет. И вот у меня такое подозрение, что для обычной какой-то семьи, не дисфункционально здорово, все же было хорошо. И наступает момент, когда, допустим, мама обнаруживает свою девочку-подростка на какой-то стадии анорексии, например. Как не пропустить эти первые звоночки, что у ребенка что-то не то происходит, потому что, я так понимаю, что частая история, когда пропустили начало. Да, достаточно частая история, потому что не только у подростка, например, но и взрослые у себя их пропускают, потому что то, что сегодня принято в том обществе, в котором мы живем, зачастую на самом деле может являться такими звоночками. Потому что с едой и с твоим отношением к телу что-то не так. То есть звоночки сделали нормой? Да, звоночки сделали нормой. Так. Это такая очень интересная история для специалистов, которые работают с расстройствами пищевого поведения, потому что к нам приходит человек, и норма настолько искажена, да, вот его воспри... то, как он должен относиться к своему телу, то, как он считает нормально есть или нормально не есть, что кажется, что это искажение как будто бы должно быть очень видно, но его не видно, потому что со страниц рекламы, со страниц соцсетей, из общения мы как будто бы понимаем, что это норма. Ну, то есть нормально в женской раздевалке, фитнес-клубе обсуждать диету, обсуждать, что у кого-то какие-то не такие бедра, живот, еще что-то, и будет очень странно, как будто бы не включиться в эти разговоры. То есть когда ты не включаешься в эти разговоры, ты чувствуешь себя странно. Ненормальный человек. Да, как это вот доволен своим телом? Всегда же можно что-то улучшить. Ты просто ленивый. Да, поэтому пропустить их могут и родители у детей, и взрослые у себя. Если говорить про детей, то, ну, наверное, такими звоночками, на которые родители должны обратить внимание, что идет какое-то изменение веса, снижение веса, или ребенок не набирает вес. Все-таки по мере взросления это нормально, когда ребенок набирает вес. Каждым годом. Он не может быть в 16 лет такой же, как в 12 лет. Ну, это странно как-то выглядит. Второе, на что стоит обратить внимание, это то, что появились некие странности с едой. Он всегда ел вместе с вами за столом, а тут он как-то не ест. Ест в одиночку, все время говорит, да я вот поел накануне, да? Ты тут чуть-чуть задержалась с работы, а я поужинала, или я поужинал. И это уже некая странность. Странностью будет, если вы видите, что ребенок вдруг стал придерживаться каких-то ритуалов. Он, например, ест только из определенной посуды. Потому что вот в эту тарелку вмещается небольшое количество еды. Это тоже странность, на которую стоит заострить внимание. Странность, если вы видите, что ребенок после приема пищи идет в туалет и задерживается там. Странностью может быть, если ребенок, например, после того, как он что-то поел, начинает это отрабатывать. Идет на пробежку, идет, ну там дома занимается спортом. И вот очень важно, вот эта странность кажется нам нормальным. Ну, съела торт или съел торт, ну я отработаю его. Ну, вообще-то, это история про такое компенсаторное поведение. И это все-таки некий вариант, ну, не нормы. То есть, ну, отрабатывать еду, это такая странная история на самом деле. Вместо того, что удовольствие от нее получить просто и забыть. Да. И если родители какие-то звоночки у ребенка видят, то не стоит, ну, как-то на это закрывать глаза. Вообще-то, стоит обратить внимание. Стоит поговорить с ребенком, поговорить о том, что вот я вот это замечаю, ну, как-то меня это тревожит. Да, что с тобой происходит, как я могу тебе помочь. Но на самом деле есть такой, наверное, миф о том, что расстройство пищевого поведения – это анорексия. Да. Вот эти вот очень худые девочки, подростки. И когда девочка вырастает, это проходит, а мальчиков это вообще не касается. Да, вот есть такой вот, я тоже так прочитала. Это очень большое заблуждение. То есть, когда-то правда так было. Ну, почему так было? Потому что как собирается статистика, да? Вот приходят к специалистам, да? Кто пришел, мы тех посчитали, и те люди стали статистикой. Со временем, чем больше мы рассказываем специалисты о расстройствах пищевого поведения, чем больше, ну, как-то люди узнают об этом, тем больше идет обращение. И на сегодняшний день, на самом деле, расстройствами пищевого поведения страдают не только девочки-подростки. Есть такая фраза, что расстройство пищевого поведения не дискриминирует никого. И не всегда это даже может начаться в подростковом возрасте. Так как сейчас очень много требований к телу человеческому, то расстройство пищевого поведения может возникнуть и позже. И просто здесь есть вот нюанс, если говорить про мужчин и женщин. У женщин есть определенная такая сверхценность худого тела, стройного тела. То есть, веса может быть определенного, что вот я не должна весить больше определенной цифры. Мужчины, они не так зациклены на весе, они больше зациклены на фигуре и параметрах. То есть, если вот мы вспомним супергероев, да, какие-то истории из мира фитнеса, да, то вот мы видим пример мужского тела, которое как будто бы должно быть. Это широкие плечи, это узкий таз, это мускулатура. И тогда просто само расстройство пищевого поведения у мужчин, оно будет немножко вот в этом отличаться. Но мужчины также прибегают к способам ограничений в питании, отработке питания. Вкалывают себе что-нибудь не то. Да, это тоже вкалывают. Базуки. Да, да, чтобы была мускулатура, чтобы мышцы быстрее росли. То есть, это тоже определенное уже поведение такое, которое связано с этим. И, наверное, тут что еще стоит сказать, вот как раз про худобу такую, что это не только история, когда я не ем, и мое тело становится очень худым. Это история, когда мое тело может весить, ну, находиться в пределах медицинской нормы. И это история, когда мой вес даже может быть больше, чем медицинская норма. То есть, я могу иметь лишний вес, но при этом у меня может быть проблемы, у меня может быть расстройство пищевого поведения. Есть такая замечательная, ну, в кавычках, замечательная форма, называется субклиническая форма. И туда попадают такие вечные истории, когда я постоянно на диете. Вот я на диете, потом срываюсь, потом я на другой диете, потом я снова срываюсь, потом я на третьей диете. И мы можем посмотреть, что некоторые люди так живут в течение 5 лет, 10 лет, 20 лет. И это тоже, вообще-то, относится к таким субклиническим нарушениям. Или это могут быть истории, ну, такой, большого количества тревоги перед едой. То есть, вроде бы, всех симптомов не хватает для полноценного диагноза, но у меня постоянно много тревоги, я постоянно недоволен своим телом. Это тоже, вообще-то, уже звоночки. Просто субклиническая форма, она может остаться на этом уровне, может перерасти уже в клиническую форму. Очень много того, что мы считаем нормальным в плане еды и отношения к телу, ну, на самом деле-то ненормально. Давай перечислим нормальные привычки, которые на самом деле опасны пищевые. Например, вот первое, что мне в голову приходит, это вот вздеться до еды, тарелку до конца вот этого. Ну, конечно, насиловать едой, да, ребенка, это тоже такая не очень полезная привычка. Потому что, ну, если ребенок, например, склонен к каким-то трудностям с едой, да, то это, ну, может на нем сказаться. Или, например, если у ребенка есть какие-то проблемы, есть дети мало ешки, да, которые, ну, которых очень сложно накормить, то вот такая насильственная история, она тоже не помогает. Она только добавляет эмоции и маме, и ребенку, да, 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 да. Но из таких привычек, на которые вот я бы больше как бы рекомендовала обратить внимание, это когда вы делите еду на хорошее и плохое. То есть если у вас есть определенная какая-то картинка и представление, что вот эта еда, она вредная, вот эта еда полезная, и вы стараетесь вредную еду не есть, а если вы ее съели, то вы, ну, вам стыдно, вы чувствуете вину, вы как-то себя начинаете так ругать, то вот эта привычка такая не очень хорошая. Демонизация еды. Да, да. Вообще-то, как принято, хорошая еда – это которая чистая, не испорченная, а плохая еда – это то, у которой прошел срок годности. Вот. Другой такой привычкой является, если вы, ну, ограничиваете себя в количестве еды. И для вас история про то, что вы чувствуете голод такая очень-очень приятная. Вы думаете, о, я тут, ну, как бы уже вечер, я тут голодна, но ничего страшного, это на пользу похудею. То есть удовольствие от голода. Да, 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 потому что бессознательно, как будто бы голод – это равно «я сейчас худею». То есть все-таки голод – это нормальный сигнал организма для того, чтобы пора поесть. Вот. И если для вас голод – это, наоборот, что-то про такое безопасное, и где-то даже про галочку себе, что «я сегодня молодец», то это тоже звоночек, который должен насторожить. Следующее – это если вы, ну, постоянно как-то стараетесь оздоровить свое питание. Сейчас это, конечно, тренд, это определенный… Да, да, да. Безглютеновый хлеб и вот это вот все. Да, 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 да. Вот. Но если вы постоянно стараетесь оздоровить свое питание, то, ну, тоже стоит задуматься, с чем это связано. То есть задайте себе вопрос, как я всегда говорю. Если бы вы знали, что от вашего питания, не знаю, с картошкой фри, и с чем-то еще, ваше здоровье не пострадает, вы будете, доживете до 100 лет с прекрасным состоянием, но ваша фигура останется такой, как есть. Вы бы что сделали с картошкой фри? Вот если, как бы, я бы тогда ее спокойно ела, ну, возможно, где-то там тревога про здоровье, и тоже стоит на нее обратить внимание. А вот если бы, ну, все-таки я бы ее убрала, тогда вы себя обманываете насчет здоровья. Тогда это просто такое прикрытие. Я это делаю для здоровья, но на самом-то деле я это делаю, чтобы, ну, не быть уязвимым, не быть уязвимой. Оберег. Тело как оберег. Да, да. Еще на какие звоночки стоит обратить внимание, если вы часто проверяете свое тело? Вот вы проходите мимо зеркала, и для вас зеркало это не способ посмотреть на себя, убедиться, что там, не знаю, все хорошо, ну, все сидит на вас, нет никакого пятна, что помада не поехала, да, там. А для вас зеркало это способ проверить свое тело, и вы проходите и смотрите именно на те части тела, которые вам не нравятся. То есть на складочки на попу, большая, небольшая. Да, да. Ну, у кого что? У кого живот, у кого попа, у кого ноги, у кого руки, тут у кого щеки, тут у всех свои будут части тела. То это тоже звоночек. Если вы как-то проверяете свое тело постоянно, трогаете, например, как в одном сериале, измерять лодыжки сантиметром. Да, измерять лодыжки. Еще есть частая история измерять запястье, да, то есть какое мое запястье. Или вы встаете на весы, меряете себя сантиметровой лентой, и от этого меняется ваше настроение, ваши планы на день. Вы собирались с друзьями, встали на весы, и увидели, что у вас плюс там сколько-то, и все, и вы никуда не идете, то это тоже тревожный звоночек. Вообще измеряемся мы в нескольких вариантах так-то. Когда нам нужен вес для каких-то медицинских процедур, рассчитать наркоз, не знаю, рассчитать какой-то препарат, дозировку. Мы измеряем себя сантиметровой лентой, когда мы заказываем онлайн одежду, или что-то шьем на заказ. Вот. А если ваши измерения такие очень частые, ежедневные, и от этого еще меняется, что вы будете есть. Вот вы собирались есть котлету и картофельное пюре, а встали на весы и поняли, что да, я похудела, могу я это съесть, или ой, нет, я прибавила все, только салат, то это нездоровая привычка. Потому что вы отдаете контроль, ну, не своему телу в плане чувства голода, сытости, а вы отдаете контроль за своим организмом, ну, каким-то внешним моментом. Тревожным звоночком все, что является отработкой еды. После дня рождения Нового года на детокс. Я на соках. Я на соках, да. Идея с детоксом вообще очень веселая, потому что, ну, она такая... Коммерческая? Коммерческая, в ней очень мало научного. Если человеку на самом деле нужен детокс, его везут в больницу и делают ему этот детокс по-другому, не соком. Вот. А это такая история, которая, вот я себе причиняю добро, я такой весь светлый, мне становится хорошо, и мне правда становится хорошо, потому что, ну, сама идея, она заряжает. Вот. Там водичка лишняя уходит, и поэтому я вижу минус на весах. Если есть какие-то идеи про то, что вот я сегодня на шашлыках, а завтра я тогда поголодаю, или есть какие-то идеи, вот завтра я тогда схожу на тренировку, или не на две тренировки. То есть не просто у вас какой-то привычный распорядок тренировок. Система. Да, система. Вы просто всегда понедельник, среду, пятницу ходите в тренажерный зал там или куда-то еще. А потому что вы на кону никак-то не так поели. Вот это тоже нездоровая история. Нездоровой привычкой является такой чрезмерный спорт. Если человек не профессиональный спортсмен, а занимается для себя, для здоровья, при наличии болезни, при наличии травмы, это тревожный звоночек. Если человек, любитель, не спортсмен, не профессионал, занимается спортом без двух выходных в неделю, это тоже тревожный звоночек. А вот это вот вознаграждать себя едой, например, там я скую, как возьми с полки пирожок. Пирожок, да. Что здесь стоит понимать? Если вы вознаграждаете себя или кого-то только едой, ну, то это нездоровая привычка. Если вы иногда вознаграждаете себя едой или кого-то вознаграждаете едой, устраиваете праздник, потому что, не знаю, что-то у вас свершилось, да, то это, в общем-то, нормально, потому что еда все равно нам приносит удовольствие, и она должна нам приносить радость, удовольствие, успокоение. Ну, потому что все занятия, которые нужны для выживания человеку, они приносят нам хорошие эмоции. При расстройствах пищевого поведения клинической формы или субклинической формы людям свойственно переживать очень много стыда. Они стыдятся себя, своего тела, того, как они едят. И здесь тогда тревожными звоночками может быть еще то, что я не могу есть при ком-то. Я все время беспокоюсь, что подумают о том, сколько я ем. А вдруг я пришла с кем-то в кафе, и он заказал салат, а я закажу второе горячее. Что же он обо мне подумает? А если я еще женщина, а он мужчина с салатом, а я женщина с горячим. То есть тоже есть такая идея про то, что женщины должны есть меньше. Йогурты, салатики, и хватит. Но это не так, потому что женщина тоже хочет есть, и может есть, и не обязательно. И женщина может есть стейки, и тогда, когда мужчина ест салат, в общем-то. А вот если, допустим, нет симптомов прям расстройства и тревожных звоночков, но стресс систематически как-то зажирается, стресс. Я не знаю, какой есть термин для этого жизненного нашего явления. Что с этим делать? Как-то это можно профилактировать? И это опасно ли это, что оно приведет к дальнейшим расстройствам? Ну, это определенный такой средовой или психологический фактор, да, то, как я справляюсь со стрессом. Средовой – это то, что в жизни есть стресс, и он сейчас у многих и достаточно высокий. А психологически – то, как я с ним справляюсь, то, как я умею справляться. Здесь два момента стоит учесть. Если вообще вы замечаете, что у вас есть какие-то переедания, посмотрите за собой, возможно, у вас есть недоедание. Потому что у многих людей сегодня нет структуры питания. Я утром выпила кофе, в обед я съела печенюшку, а к ужину я пришла домой и съела очень много, и сижу и себя за это корю. Ну, вообще-то, если бы у меня был нормальный завтрак, обед, где-то еще перекус, то мой ужин тоже был бы другим. Поэтому, если вы замечаете, что даже вам кажется, вы заедаете только стресс, понаблюдайте. Может быть, в вашем дне нет нормального распорядка еды. Мы сейчас экономим на еде, мы где-то на ходу едим. Это тоже нездоровые привычки. И здесь, что стоит делать, это выстроить себе структуру питания. То есть должен быть завтрак, должен быть обед, должен быть ужин, перекусы, да, и они должны быть полноценные. Если даже после выстраивания этой структуры вы все равно замечаете, что вы переедаете, то тогда эта работа идет с навыками эмоциональной регуляции. То есть с тем, чтобы обучить человека справляться со стрессом. Но обычно все-таки часто достаточно, если мы выстроили эту структуру, то количество нашего стресса тоже может снижаться, потому что мы уже сытые, мы уже, ну, организм, у него есть силы, да, у него есть питательные вещества. Опять же, если вы замечаете за собой, что вы переедаете где-то на стрессе, понаблюдайте, как вы спите. Если вы плохо и мало спите, ну, человек будет переедать и набирать вес. И здесь история не про то, что он как-то не так питается, а про то, что у него нарушен очень важный процесс. Вообще-то сон нужен всем и нужен качественно, и во время сна наш организм, ну, чинит себя, можно так сказать. Поэтому вот эти два момента понаблюдайте. Не все связано с тем, что там вы едите шоколадки, когда случилось что-то плохое, нет. А вот если возвращаться к образу тела, вот сам факт обнажения тела, да, вот какие-то такие вещи, которые тоже связаны с образом тела, про вот новый тренд, да, про бодипозитив, когда люди презентуют, представляют миру свои разные тела, да, и призывают относиться к ним нормально, да, неважно, 100 у тебя килограмм, вес 150, 35, в общем, нормировать разные образы тел. Это для тебя, ну, вот как специалиста в этой сфере, полезная история или опасная? Как специалиста я считаю, что это полезная история. И я знаю, что у людей с этим есть много тревоги о том, что вот мы сейчас как все себе разрешим, а это же так вредно для здоровья, да, нет, все-таки должно быть понятие, что вот это как-то, не знаю, ненормально, но для меня, когда специалиста, это больше полезная история, потому что когда человек видит разные тела, у него появляется возможность принять свое неидеальное тело. Когда я вижу, что в спортзале тренируются только люди с такой спортивной фигурой, да, вот из фитнес-индустрии, человек с реальной фигурой испытывает там много стыда. Ну, и человек, скорее всего, не пойдет в спортзал, потому что идти туда, где много стыда, очень сложно. Но мы не делаем регулярно те вещи, в которых мы чувствуем себя хуже, чем другие люди. Поэтому безопасно идти в то место, где есть разные тела, где мне постоянно не говорят о том, что с моим телом что-то не так, потому что, опять же, представьте, какое количество в спортзалах тех людей, у которых есть либо признаки расстройства пищевого поведения, либо расстройства пищевого поведения. И все призывы похудеть к лету и к Новому году их очень триггерят. И тогда, если мы говорим о поведении, связанном со здоровьем, то чтобы мне делать здоровое поведение, ходить к врачу, заниматься спортом, вообще как-то, не знаю, выходить дышать воздухом, общаться с людьми, то есть жить свою жизнь, мне нужно понимать, что я окей. А я окей – это когда я не такой один, меня за это не будут стыдить. Стыд – это вообще не лучший способ менять жизнь. И последний вопрос. Мы каждого эксперта просим что-то порекомендовать, почитать, посмотреть, сделать упражнения, чтобы добавить гармонии в своей жизни в данной сфере. Что порекомендуешь ты? Если говорить про почитать о том, что такое нормально в плане еды, о том, что не нормально в плане еды, то можно прочесть две книги. Первая книга Трейси Манн «Секреты лаборатории питания» – это такой научпоп, и там приведено очень много исследований о том, почему диеты не работают, и почему сила воли и диеты – это такой миф. И здесь же я могу порекомендовать книгу «Разъяренный повар» она называется. Она, там, повар, но он разбирает очень много мифов как раз о детоксе, о раздельном питании, о соках, о всяких там ягодах, специальных, да, 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 штуках для еды, для похудения и для здоровья. И очень качественно разбирает эту информацию. А если говорить о том, как вот всё-таки принять своё тело, то есть такая очень хорошая книга с упражнениями, вам не нужны фильтры. Про фильтры в соцсетях. Вот тоже можно её себе купить и её почитать. А если говорить о совете, такой рекомендации от специалиста, то если вам бывает трудно с вашей едой, с вашим телом, то это нормально. Ну, в нашей жизни столько разных вещей, столько стрессов, столько каких-то событий, что иногда нам бывает сложно даже как-то выстроить, казалось бы, такую несложную сферу, как питание. Поэтому больше к себе любви, тепла, доброты в этом вопросе. Спасибо большое за этот очень концентрированный, полезный, содержательный разговор. Мне кажется, это одна из самых важных для гармонии в жизни человека тем. А следующая наша встреча будет посвящена ораторскому искусству. О том, как ораторское искусство может изменить жизнь, чем оно полезно, и как преодолевать страх публичных выступлений. Поговорим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!